ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Московское метро. Станция Маяковская. Самое большое подземное помещение Москвы в годы войны. 6 ноября 1941 года. Поезда на Маяковской не останавливаются с самого утра. На платформе спешно расставляют мебель, монтируют трибуну. После 6 вечера времени закрытия метро подгоняют поезд, в котором устроен буфет. В 30 километрах от Москвы немецкие войска. Сутки назад председатель Московского городского комитета партии Щербаков не поверил своим ушам, когда Сталин спросил, где намерены провести торжественное собрание по случаю праздника. 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Со стороны белорусской подъехал поезд. Из него неспешно вышел Иосиф Виссарионович Сталин и направился к трибуне. Завтра на Красной площади состоится парад. Решения Сталина в этой войне часто были непредсказуемы. Мнение о его роли настолько противоречиво, что, кажется, речь идет о двух разных людях. 5-4-3-2-1. Сталин в окружении соратников. Кто-то впадал в немилость, был репрессирован и молниеносно исчезал с фотографий. Официально изданных. Занятную тенденцию обнаружил англичанин Дэвид Кинг. С тех пор и ищет пропавших комиссаров, создавая свою коллекцию выморанной истории. Исходный негатив один, а вот вариантов напечатанных фотографий много. В центре Сталин, вот здесь у нас с краю, мы видим фигуру Авеля Янукидзе, одного из членов Политбюро. В более поздних публикациях Янукидзе был арестован в 1937 году и в дальнейшем расстрелян. В более поздних публикациях мы видим, что его фигуры здесь уже нет. Правила игры профессиональных ретушеров приняли и граждане страны Советов. Репрессированных из личных архивов вырезали, стирали и просто закрашивали тушью. Ведь за хранение изображений врага народа можно было и самому попасть под 58-ю. В центре этой фотографии мы видим Михаил Калинин, а по сторонам от него Будённый и Ворошилов. Остались в руководстве нашей армии, они не были репрессированы. Ну, по всей видимости, кто-то из них это Михаил Тухачевский, кто-то из них это Ян Гомарник, кто-то из них это маршал Егоров. Тухачевский, Егоров и Блюхер. Это вот маршалы, которых мы потеряли. Летом 1937 года раскрывается так называемый военный заговор, или заговор маршалов. Начинаются чистки в армии. В результате этих чисток из пяти маршалов, которые у нас были в 1937 году, к 1940 году в живых остается только Будённый и Ворошилов. Тухачевский, Егоров, Блюхер расстреляли. Ворошилов, Будённый ему понятный, его уровень военный. А вот эти непонятные. Понимаете, Екир, Тухачевский курс прослушали в Германской академии генерального штаба. До войны оставалось 4 года, когда прошли известные процессы. Чего хотел Сталин? Навести порядок в армии и тем самым повысить её боеспособность? Или просто убрать всех, кто мог представлять опасность в условиях военного времени? Мог перетянуть одеяло на себя и взять власть в свои руки? Из центра назначались цифры, определенные в регионы. Значит, врагов народа в вашей области должно быть там 28 тысяч человек, из которых посадить столько-то, расстрелять столько-то. А снизу местный секретарь обкома, он говорит, а разрешите не 28, а 39. Можно? Говорят, можно, давай 39. Вот это 37-38 годы. Расстрелять командира дивизии один патрон и минуту времени. Воспитать командира дивизии 10 лет меньше не получается. Армия была абсолютно обескровлена. Причем обескровлен был её, говоря современным языком, именно менеджерский состав. Военные управленцы, командиры. Большой вопрос, насколько профессиональны были эти командиры, выросшие на опыте гражданской войны, по большей части не имевшие опыта командования в Первую мировую войну. Единственный подвиг Тухачевского – это самый позорный провал в истории русской армии под Варшавой, когда никогда наша армия так позорно не была бита. И говорить о том, что вот эти репрессии повлияли на уровень комсостава во время войны, может только бесчестный человек. Потому что за эти годы после репрессий высшее районное образование, военный опыт получило огромное количество офицеров. Где? В Испании. Где было 3000, кстати, наших офицеров. И они там хорошо, кстати говоря, воевали, что странно. Там был и Павлов, командующий Западным округом, которого пришлось потом расстрелять в развал округа, и Мерецков, там кого только не было, и Батов, и в Китае огромное, там Власов в Китае тот же самый был. Обычно толдычат о 40 тысячах якобы убиенных командиров. Ну да бог, с ними на самом деле от маршала до генерала в ходе известных событий 1937-1938 годов было расстреляно 1634 человек. Политических меньше всего. Уволяли за уголовщину. За первый полугодь 1937 года 400 с лишним тысяч выявленных фактов пьянства со злостными преступлениями. 400 тысяч фактов. Повариха, извините, не согласилась, так сказать, ответить на мужские ласки. Раздевает ее до голая. И голым задом в кипящий котел. И что вот с ними, цацкаться? Изуродовали человек. Конечно, его под расстрел пустят и правильно сделали. Когда война запахла всерьез, Сталин свою позицию по отношению к политическим пересмотрел. Кого не успели расстрелять, скалы мы возвращали. С Рокоссовским бождь беседовал лично. Его представил Жуков. Спрашивал о новом вооружении. Удивлялся неосведомленности. А что вы делали до войны? Чем вы занимались? Что вы так ничего не знаете? Рокоссовский, глядя, зеленая сука, нос в стола, сказал, я сидел, товарищ Сталин. И вот тут вольт Сталинский. Так мягко тронул рукой. Нашел время, когда сидеть. Здесь народ к войне готовится, а он от войны от войны не выйдет. К войне Сталин готовился задолго и основательно. Перевооружение армии, рассчитанное на 4 года, должно было завершиться в середине 42-го. Нужно было всячески оттянуть время до нападения. Страна Советов к серьезной войне начала готовиться в 28-м году. Аж за 13 лет. Не с Германией. Тогда Гитлер еще к власти не пришел. Воевать должны были, собственно говоря, в первую очередь поляки и румыны. За их спиной стояли англичане и французы. Подразумевалось, что в войне примут участие Эстония, Латвия, не Литва, и Финляндия. И самое страшное, что с другой стороны нападет обязательно Япония. А в 31-м году Япония уже вышла на нашу границу. Она там захватила Маньчжурию. То есть ситуация была ужасная для страны. Кругом одни враги. А в феврале 31-го Сталин произносит речь, которую по сей день считают образцом прозорливости вождя. Если мы за 10 лет, заключает Сталин, не создадим свою промышленность, нас уничтожат и нашей страны не будет. Сталин тогда назвал цифру 10 лет. Он ошибся на несколько месяцев. Коллективизация, индустриализация, модернизация страны. Да даже вот эти МТС, машино-тракторы, тракторы. Трактористы, они потом все стали танкистами. Где бы мы взяли столько танкистов, если бы не было этих трактористов? Вот Сталин был не готов. При чем тут Сталин? Наша экономика была не готова к войне в 41-м году. Мы, наши заводы, были бы готовы к концу 42-го года. В третьем пятилетнем плане было предусмотрено строительство более 2000 предприятий на востоке и юго-востоке страны. И было очевидно, полноценные заводы за это время все равно не возвести. Не лучше ли построить меньше, но качественнее? Завершить строительство к началу войны и в самом деле не удалось. Подведена железная дорога, водопроводы и электричество. Поставлен фундамент. На фундаменте бетонный пол и все. Так вот, именно на эти промышленные площадки эвакуировались заводы с запада страны. На эти бетонные полы ставились станки и тут же запускались в работу. Стены и крыши строили уже потом вокруг этой работы. В первый же день после нападения, 22 июня 41-го года, был отдан приказ об эвакуации советской промышленности, который, как считают, решил исход Второй мировой. Уже в сентябре 41-го года мы выпускали в три раза больше самолета в день, чем немцы. В три раза. Вот уже был конец войны. Вот уже была победа. Вот уже вся роль Сталина в войне. И забросали противника не трупами, как сейчас почему-то модно говорить, а снарядами. Наблюдая за нарастанием идеологической и военной мощи фашизма, Сталин настойчиво предлагает Великобритании и Франции заключить военный союз. Союз против Германии. Но главы европейских держав на встречу так и не пошли. Каждый преследовал свои интересы. И если отдать Россию Германии, может, ненасытный Адольф успокоится. Немцы начнут расселяться по огромной территории страны Советов и оставят в покое Европу. Что делает Париж и Лондон? Присылают нам престарелых генералов и адмиралов, которые не обладают правом подписывать какие-то соглашения. Для чего их прислали? Зачем? Чтобы провести время, а потом поступить так, как они поступили в Чехословакию, отдать нас на съедение Гитлеру? В августе 1939 года СССР и Германия заключают пакт о ненападении, подписывают Молотов и Риббентроп. Сталин был уверен, Гитлер будет его соблюдать. И сначала разберется с Англией, а уж потом предъявит ультиматум и пойдет на СССР. Потому что война на два фронта, подобной гибели. Но просчитался. Сталин, конечно, допустил большую ошибку. В чем его ошибка? Он считал, что Гитлер очень умный и грамотный человек. Стратегический мыслящий, как и он, Сталин. А это было не так. Он имел дело не с равным человеком, он имел дело с авантюристом. Только слепому и глухому было неясно, что сейчас Гитлер нападет. И старые укрепления потеряли смысл, они срывались, а новые не были созданы. Потому что Сталин боялся, что если создавать новые, Гитлер воспримет это как провокацию. То есть он боялся разозлить Гитлера. А Гитлер ничего не боялся. Жуков, как начальник генштаба, и Тимошенко, как нарком обороны, предлагают Сталину, чтобы упорядить противника в развертывании, нанести упореждающий удар по войскам фашистской Германии, изготовившимся к нападению. Сталин раздраженно бросил эту записку на стол и произнес буквально следующее. Вы что, хотите меня столкнуть с Гитлером? Вы что, не понимаете, что это война? Даже совершенно несуразным способом показывало Гитлеру свое миролюбие. Самолеты летающие разведчики не обстрелили бы тебя уж, не сбивать тем более. Эшелоны с нефтью, углем, хлебом идут беспрепятственно в Германию. В письмах Сталин даже поздравляет Гитлера с успешными военными операциями, проведенными в Европе. Нормальная официальная переписка глав государств. Но подготовка к войне собственной тем временем только усиливается. Москва, Кремль. 13 мая 41-го года. Совершенно секретно. Разрешить НКВД СССР и НКВССР построить единое убежище глубокого залегания на тысячу человек. Итак, в мае 41-го начали строить и бомбоубежище. Были данные о готовящемся нападении, были сведения разведки. Неужели Сталин им не верит? Почему не стягиваются силы к месту главного удара? Историки к единому мнению не пришли. Ни в одном разведывательном органе не было аналитических структур. Сталин запретил этим органам анализировать информацию разведывательного характера, которую они ему сообщают. То есть, ваше дело, товарищи разведчики, голые факты. А анализ и выводы оставляю за собой. Вот есть обобщающий документ. Мая 41-го года. Подписанный начальником нашей военной разведки генералом Филиппом Ивановичем Голиковым. Очень толстый документ, там масса чего написано. Но в конце есть вывод. И черным по белому написано, что сведения, которые говорят о том, что Гитлер о нас нападет, скорее всего, дезинформация английской, а возможно, или немецкой разведок. Дословно цитирую. Что значит верил-не верил? Это что, к нему пришел ангел и сказал, Иосиф, в июне начнется война. А Иосиф сказал, изыди, я тебе не верю, ты не ангел, ты дьявол, да? Вообще-то говоря, в политике никогда не бывает игры в верю-не верю. Есть разведка, есть данные. Данные сообщают. Немцы концентрируют войска на границе. Немцы привозят паровозы широкой колеи. Немцы собирают деревянные мосты. Немцы ведут в войсках работу, объясняя, что они вот-вот нападут на Советский Союз. Какой я тут верю-не верю. Естественно, все прекрасно знали, когда начнется война. Ну, все. Сталин, конечно, знал. В Кремле знали дату начала войны с точностью до часа. Потому что те мехкорпуса, которые после 18 июня выводились из места средоточения, они имели боевую задачу, задачу развертывания со сроком 22 июня, 3 часа утра. Все было известно, все было известно с точностью до часа. Все приказы были отданы вовремя. Почему не все из них пополнялись, это уже второй вопрос. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Арсен Мартиросян, сотрудник КГБ в отставке, уже 20 лет занимается изучением документов предвоенной эпохи и начала Великой Отечественной, и он уверен. В Красной Армии заговор был против сталинского режима и лично против Сталина. А свергнуть этот режим легче всего было на волне военных поражений. Именно поэтому многие приказы игнорировались. Были разоружены самолеты, слит бензин, снят боезапас. Летчики матерились так, что они через 60 лет не могли остыть. Через 60 лет генерал-лейтенант, дважды Герой Советского Союза, Долгушин матом рассказывал, даже журналистам, матом просто рассказывал, кипя от возмущения, что с ними сделал Павлов и генерал, его заместитель ПВВС, капец, генерал капец. Что они сделали с авиацией передового базира? Заставили их разоружиться. И когда они взлетали, первый же таран у нас произошел в 4.15 утра, потому что нечем было стрелять. Разоружили авиацию. В ряде частей артиллерийских накануне, буквально накануне войны, приказали снять прицелы Теодолиты и Бусоль. Без оптики артиллерия не работает. Это просто хлам. Вместо того, чтобы готовиться к обороне, командующие фронтами готовились к ответному Блицкригу, контрнаступлению. Расположение войск и отсутствие укрытий, об этом говорят, уверен Мартиросян. Они выдвинули мобилизационные склады ближе к границе. В результате, в первые же дни, мы потеряли 6 миллионов винтовок из 8 имевшихся в РКК. 6 миллионов винтовок пропало. Вы представляете, что это такое? Мало кому известно, что начиная со второго дня агрессии немецкий вермахт ехал на нашем топливе, на нашей солярке, на нашем бензине. Почему появились такие взгляды? Почему это доказывают на фактах? Да потому что даже трудно поверить в то разгильдяйство, раздолбайство, которое было проявлено некими там нашими офицерами, генералами, вплоть до командующих округов. В голову лезет всякая дурацкая идея о том, что они сознательно это делали. Я уверен, что не сознательно. В армии, если не выполняется, то только сознательно. На халатность это уже не спешишь. Наши потери первых месяцев войны были ужасающими. Только за лето-осень 41-го года погибли 2 миллиона 840 тысяч человек. Почти 2 миллиона попали в плен. Многие после освобождения из лагерей немецких отправлялись сразу в лагеря Сталинские. Пленные советские объявлялись врагами народа. Их семьи объявлялись врагами народа. У нас нет пленных. У нас есть только враги народа, говорил Сталин. Советский солдат не может попасть в плен. Ты вернешься, тебя расстреляют. А твоя семья уже не получает хлебных карточек. Уже не получает пайка. Потому что эта семья врага народа. Куда ты хочешь вернуться? Не надо повторять сказки из огонька пересрочных времен. Когда не были открыты документы, не была известна статистика. Что пленные не предатели. Именно потому, что нужна была живая сила для войны. Поэтому рассказывать про то, что все пленные сразу ехали в Сибирь, это выдумки. Совершенно чудовищно. И не имеющее никакого отношения к реальности выдумки. Говорили о том, что в первые дни войны глава государства Иосиф Сталин впал в прострацию, никого не принимал, мало того сбежал на дачу. Сегодня многие документы подтверждают обратное. Например, официальный журнал приема посетителей. То есть в книге приемов посетителей там постоянно упоминается, кто к нему приходил, когда приходил. То есть в первые дни войны он работал по 12-14 часов в сутки. Вопреки расхожим легендам, которые были выдуманы в хрущевское время, никто на дачу не сбегал. И единственная пауза в той напряженной работе, которая велась высшим руководством страны в первую неделю, это был 28 июня, когда был потерян Минск. Это единственные сутки, когда можно предположить, что Сталин, по крайней мере, не принимал никого в своем кабинете. Сталин не понял главного, что запуганные рабы не могут из себя составить боеспособную армию. Запуганные, убитые, полуизбитые, голодные, затравленные, потерявшие остатки человеческого облика, воли к сопротивлению, вот такие люди отлично роют канавы. А вот воевать такая масса, доведенная до полуживотного состояния, не может. Слова, что Сталин простраться, это молотые слова. Степан Анастасович Микоян, сын приближенного Сталина и наркома внешней торговли Анастаса Микояна, который единственное из сталинского окружения написал воспоминания. И сколько бы ни говорили о том, что воспоминания при жизни изданы не были, а значит, кто-то мог их отредактировать в своих интересах после смерти автора. Летчик-испытатель в это не верит. Ведь многое из прочительного в книге он слышал и лично от отца. Он говорит, что первое время вообще мало что решал, мало работал. Мы, говорит, в основном решали, вот, комитеты Вороны и другие. И ему предлагали решение. Потом уже он так активизировался, стал больше вникать. Сам Степан Анастасович в войне участвовал с декабря 1941-го. Самые жестокие бои на его памяти под Сталинградом. Вот на таких истребителях, яках, он совершил в годы войны 500 полетов и 30 боевых вылетов. О том, что июнь 1941-го авиация встретила на мирном положении, слышал от собственных командиров. На аэродромах самолеты стояли крыло в крыло, как в мирное время. Очень удобно штурмовать такую, вот, когда стоят самолеты крыло в крыло. А полагается их растащить по разным местам, укрытиям. 1941-й год, фактически разгром 1941-го года. Это полностью лежит на Сталине. Это его личная вина. Наше Смоленское сражение, июль-август 1941-го года, продолжалось два месяца. Одно сражение больше, чем воевала Франция. Франция и Великобритания в 1940-м году воевала против одной Германии. Только одна Германия. Против нас выступили вся Германия, Финляндия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Италия. Добровольцы из Франции, Испании, Норвегии, Бельгии, Дании. Против нас воевала вся Европа. Вот это никто не желает сегодня понять. Старший сын Сталина Яков Джугашвили, по официальной версии, спустя три недели после начала войны, оказался в окружении и попал в плен. Отцу была доставлена от него записка. А дальше все как в хорошем сценарии. Сталина начали шантажировать, предлагать обмен. В немецких газетах появилась статья. Яков сын Сталина призывает всех бойцов Красной Армии сдаваться в немецкий плен. Но вся эта история так красиво и четко была изложена, что в 90-е ее назвали спецоперацией вермахта. Тогда как на самом деле Яков мог просто погибнуть в бою. Попал в плен и есть фотографии. Это, конечно, не подлога, это действительно фотографии. А потом вот его гибель, кстати, мне рассказывал об этом такая личность, как Серов. И вот мы встретились около дома, как раз он вернулся из Германии. И он мне говорит, я вот был в лагере, и вот где Яша погиб, и мне рассказали, как погиб там. Он сказал так, что он... Ну, он, видимо, Яков понимал, что ему, если он вернется, жизнь будет тяжелая. Сталин же призерал тех, кто в плен сдавался, представляете, а у него сын в плену. И он, видимо, в отчаянии уже был, я так думаю. Говорят, когда он подошел к проволочному заграждению, а солдат с вышки, ему крикнул, стой. Стой, стрелять буду. А он, вроде, распахнул рубашку, доносер, стреляй. И солдат его убил. Вот. По другим источникам говорят, что он бросился на заграждение, которое было под электрическим током. И так погиб. По наиболее патетической версии, Сталин отдал приказ найти и спасти Якова. В случае неудачи убить его, чтобы лишить немцев козыря. Но сын сам выполнил приказ отца, либо сражайся, либо умри. Документы лагеря были уничтожены. Воспоминаний письменных об обстоятельствах смерти никто не оставил. Это не проверить. Это слухи. Слухи могут быть любые. Вплоть до того, чтобы они явились темные силы. Не щадил людей так же, как и собственного сына. Главное обвинение в адрес генералиссимуса. Не люди. Пушечное мясо. Обвиняют его в гибели Юго-Западного фронта, в окружении армии Кирпоноса, в Киевском котле. Гибели огромное количество людей. Сотни тысяч попали в плен. Он не отдавал приказа к отступлению. Во-первых, у Красной армии не было опыта отхода. На учениях не отрабатывали. Во что бы превратилось отступление из-под Киева? В паническое бегство. Это как дважды два четыре к доктору не ходи. А докуда бы они бежали, вопрос. Ведь они, попав в этот котел, отвлекли на себя внимание центрального немецкого удара от Москвы. Они, по сути, оказались принесены в жертву спасению Москвы. А что, надо было сдать Москву, что ли, чтобы их спасти? Что надо было делать в этой ситуации? И это всем понятно, но почему-то никто не хочет этого признавать. Вот все обвинители Сталина в той или иной операции, они всю ситуацию рассматривают в рамках вот этого конкретного участка. Но он же именно потому и стратег, что он рассматривает в рамках всего мира. Осенью 41-го немцы уже под Москвой. Станция метро Кировская. Нынешний чистый пруды приютил генштаб. Здесь же был оборудован кабинет главнокомандующего. Враг на расстоянии каких-то 18 километров. 15 октября было принято решение о взрыве основных предприятий. 16 октября в городе началась настоящая паника. Метро готово к затоплению, правительство к эвакуации. Сотни тысяч людей бегут из города со своим скарбом. Поезд и самолет ждут, когда товарищ Сталин примет решение и покинет Москву. Но фактически это означало потерять столицу, а вслед за ней страну. Сталин принимает решение остаться. По его приказу снова запущен городской транспорт, открыты магазины. Мародеров расстреливают. В городе начали наводить порядок. Москвичи строят укрепления. Адольф Гитлер хвастался провести в годовщину революции 7 ноября парад на Красной площади. Идея Сталину понравилась, но с другими действующими лицами. 6 ноября – торжественное собрание, а 7-е – военный парад, который продемонстрировал всему миру. Москва сдаваться не собирается. Гитлер пришел в бешенство. Если говорить о личном вкладе Сталина, то, во-первых, это действительно человек, который услышал то, что ему говорили грамотные люди в генеральном штабе. И такой человек, как Шапошников, про перманентную мобилизацию. То, что надо формировать, формировать дивизии. Производить для них вооружение. И отправлять после двух-трехмесячной подготовки свежие соединения на фронт. Когда немцы в октябре 41-го года – все, дорога на Москву открыта. Котел под Вязьмой и Брянском. И тут раз, как чертика с коробочкой, выскакивают свежие советские дивизии. Откуда они селились? С перманентной мобилизацией. А они пришли потому, что японцы напали не на нас, а на Америку. То есть, все висело на волоске. Если бы Япония, как требовала этого от японского императора Хирохита Гитлер, напала не на Америку, а на советский Дальний Восток, то даже страшно подумать, чем могла завершиться битва под Москвой. Москву отстояли, и хотя опасность еще сохранялась, 1 мая 42-го года Сталин отдал категоричный приказ. Приказываю всей Красной Армии добиться того, чтобы 1942 год стал годом окончательного разгрома немецко-фашистских войск и освобождения советской земли от гитлеровских мерзавцев. Это означало переход в наступление по всем фронтам. А Сталин сделал из этой победы один вывод. Мы молодцы, победа за нами, мы ломим гнуться шведов. А шведы пока совершенно не собирались гнуться. И это наступление было сорвано. И это кончилось страшнейшими, ужасающими поражениями, людскими потерями 42-го года. Как вспоминал Георгий Жуков, он предостерегал Сталина. Если не отступить от Харькова в мае 42-го, войска окажутся в окружении. Доложить напрямую генералиссимусу о ситуации так и не удалось. В результате почти 170 тысяч убитых и 200 тысяч пленных. И вообще я считаю, что Сталинград, что то, что немцы дошли до Сталинграда, это вина опять лично него, лично его. Это два больших окружения, которых можно было вполне избежать. Отец рассказывал дома и в книге написал, и я его личный рассказ слышал, как они сидели тогда у Сталина, где-то в большой комнате. И вдруг зазвонил телефон дальней связи, это ВЧ. Сталин Маленков говорит, подойди, послушай, кто там. Вот я почти рассказываю, буквально. Маленков поднял трубку, говорит, Хрущев, спроси, что он хочет. Послушал, говорит, Хрущев говорит, что есть угроза окружения, надо прекращать наступление на Харьков. А, положи трубку, много он понимает. И отец это комментировал так, говорит, там люди гибнут, а ему было несколько шагов лень, чтобы послушать действительно какая-то обстановка. Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие, начинают кричать «Нас окружили!» и увлекают за собой остальных бойцов. Такими словами начинается директива Ставки Верховного Главнокомандования от 12 сентября 1941 года. Так, впервые в годы Великой Отечественной было обосновано создание заградительных отрядов, особых военных подразделений, которые шли за основными войсками и должны были расстреливать своих бойцов при попытке отступления. Чтобы, цитата, «паникюрские и враждебные элементы не могли взять вверх в дивизии». Иными словами, бежать было некуда. Впереди убивали немцы, сзади – свои. Еще более жестким был сталинский приказ номер 227 «Не шагу назад». Это уже июль 42-го. В нем запрещалось отступление войск без приказа, а также повсеместно вводились заградительные отряды, штрафные батальоны и роты. Именно жестокости этого приказа Советский Союз обязан многотысячными потерями, когда погибали окруженные армии, так и не дождавшись приказа об отступлении. 42-й год, он закончился тем, что немцы до нефти Кавказа не дошли, оказались с растянутыми флангами перед лицом накопленных Красной Армии резервов. О штрафных батальонах, начиная с 90-х, сложили немало страшных легенд. Их действительно посылали на самые тяжелые участки, и смертность них была гораздо выше средней по линии фронта. Однако попадали туда вовсе не заключенные ГУЛАГа, а провинившиеся офицеры. Он давал тем, кто проявил трусость на поле боя, второй шанс. То есть по закону военных времени полагалось бы расстрелять, а они вместо этого направляют штрафные части. Пленные иногда высказывали такое, вот говорит, английская королева, офицера, бежавшего из плена, ордена награждала, а наш штрафбатом награждает. Это обида? Обида. Был у меня такой штрафник Басов Семенов Ильянович. Он попал в штрафбат из-за того, что он бежал из плена, рискуя жизнью своей, чтобы только прорваться к своим. Вот. Он сказал так. Я бы Сталина за то, что всех нас под одну гребенку, так сказать, приказом объявил изменниками, я бы его повесил. Но за то, что он так ввел страну к победе и привел к такой величайшей победе, я бы вынул его из петли повес, поставил на самый высокий пьедестал на всей земле. Вот такое отношение. Слова Сталина, приказ Сталина был абсолютным законом. Это, конечно, сыграло положительную роль авторитета его имени. Во время наступления командиры злодов и ротные кричали «Интервал 7-8 метров! Не сбивайся, как бараны в кучу! Мать, пили, мать, мать, пили, мать!» Я же говорю, немцы, я слышу сам, как через громкую установку свою дразнили нас. Иван! С акцентом «7-8 метров! 7-8 метров!» Понимаете? Страх смерти, люди сжались друг другу и представляли собой очень выгодную цель. За родину, за Сталина вообще никто не кричал. Никто не кричал, никто не писал про это. И думать об этом даже никто не думал. И у меня даже был мягкий конфликт с одной летчицей, которые летали на кукурузников, с лозунгом «За родину, за Сталина!» Я спросил, скажите, в какой момент вы кричали? Когда приезжали на аэродром? Или когда шли по аэродрому? Или когда садились в самолет? Потому что уже когда вы летали, кричать было бессмысленно, потому что все загружалось от 9. Она так у меня обиделась. Ну как не стыдно, не стеохи не ее. Пулевое ранение и две контузии жизнелюбия в этом человеке не убили. Режиссер Игорь Николаев снял 6 художественных фильмов о войне по личным впечатлениям. В 43-м он ушел на фронт. Минометчиком участвовал в форсировании Днепра. Но что Ватутин был очень плохой командующий, это мы поняли о любимец Сталина. Нас так загоняли, пока он командовал украинским фронтом, что я в 18 лет мечтал о том, чтобы скорее бы убило. Ну потому что никаких сил нету больше. И потом вдруг какое-то послабление. Вдруг горячим нас накормили. Дали ночь поспать. Ватутин, командующий фронтом, не справлялся. И Сталин решил его убрать и поставить на место Рокоссовского. Переехал талантовый, разумный военачальник, который, конечно, ахнул измотанный частью. Ничего не могут, мы еле ноги таскаем. Один раз перед нашей цепью Заяц пробежал. Вся цепь по нему стреляла, никто не попал. Уже ни по что не могли попасть. Видел, и как в плен сдавались, и как предавали, и как впадали в оцепенение. Никакой политики, говорит, просто многим умирать не хотелось. И когда мы поплыли, то выяснилось, что у ПТРСов родный Струсил остался на берегу командир роты. И наш тоже остался на берегу. У них старшина командует роты, а у нас никто не командует. Нас тыль пацана, старшему 20, сэрю него 19, а мне 18. Я впервые, и слава богу, первый и последний раз слышал, как кричит немецкая пехота, идя вот так в атаку. Они кричали, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так кричат загонщики на охоте. Это, мол, Ивана, как скот сейчас погоним. И когда мы дали по 5 мин беглым, а это 9 минометов, 45 мин, все, немецкая цепь на этом кончилась. Я ни до этого, ни после этого, никогда не видел, что такое крошево было из людей. Война еще не закончилась, когда главы трех государств на Ялтинской и Потсдамской конференциях начали делить Европу. Для Сталина было важно создать некий буфер, группу дружественных стран, которые будут отделять СССР от враждебления на тот момент Германии, чтобы в случае повторного нападения вести боевые действия на чужой территории. Ресурсы Сталина на момент переговоров, 6-миллионная армия и промышленность, полностью ее обеспечивающие. Так что ситуация в Ялте была очень простая. Или отдать Сталину максимум того, что он просит, или он заберет все. Вот выбирая между этим, они пошли на максимально позорные, максимально позорные уступки и отдали Сталину на растерзание всю восточную и здоровую кусок Центрованной Европы. Только американцы продолжают утверждать в школьных учебниках, что воспользовавшись войной, мы оккупировали Восточную Европу. Там до 49-го года во всей Восточной Европе были правительства отнюдь не коммунистические, а коалиционные. Больше увеличилось, больше, чем на треть. Я сейчас иногда задаю своим пользователям оппонентам, «Сталинский экспонизм, понимаете, и то, сё». Так-так, откажитесь. Это же благодаря сталинскому экспонсионизму. Вы получили такую территорию. Откажитесь. Известна, например, такая записка, в которой обменялись Черчилль и Сталин. Извините, с процентовкой, где было указано, например, Югославия 75% влияние СССР, 25% Великобритании. Греция 70% Великобритании, 30% СССР. Авторитет Сталина среди простого населения европейских стран был огромен. Он – руководитель мощной державы, победившей фашизм. Подкреплялось это и в высшей степени гуманным отношением к немецким военнопленным. Впрочем, оно было продиктовано соблюдением Международной конвенции. Советский Союз отстаивал такую позицию, что давайте нам не нужны деньги, давайте лучше немецкие пленные своим трудом, помощью восстановления нашей экономики, внесут свою лепту в контрибуции Германии. Потери Советского Союза в годы войны сейчас официально оценивают в 28 миллионов человек. Их постоянно пытаются сравнить с потерями Вермахта и его союзников. Якобы статистика в годы войны велась с немцами своеобразно. Например, умерший в госпитале через 4 дня после ранения, погибшим в ходе сражения, у них уже не считался. Наши потери во время войны не так, чтобы сильно отличаются от потери Германии и их союзников. То есть больше, но ненамного. Основная разница в потерях идет за счет некомбатантов, мирного населения. То есть если бы мы активно вырезали немцев, кто вступили на территорию Германии, то мы потерями можно было бы сравнять. Только зачем? На каждых троих погибших в результате боевых действий с Советским Союзом военнослужащих Германии и ее союзников пришлось четверо погибших военнослужащих Советского Союза. Но потери 4 к 3, при том, что нам просто в силу географических причин пришлось наступать гораздо дальше, чем немцы, это вполне нормально. Но потери 45-м годом не ограничились, возобновились репрессии, чтобы народ-победитель не успел расправить плечи. Возможно, был бы еще один 37-й год, если бы не смерть Сталина. Когда война кончалась, было такое ощущение, что жизнь будет другая, что будет более такая свободная, более демократичная жизнь. Вот у меня было вечно. Знаете, вот известно, что декабристы откуда взялись? Это солдаты русской армии, которые победили Наполеона и посмотрели, как живут в Западной Европе, где не было крепостного права. И они захотели свободы у себя в стране. Вот того же испугался Сталин после Великой Отечественной войны, что эти солдаты, которые унижены, оскорблены, сидят тише воды, ниже травы у себя, посмотрев, как живет Европа, даже Германия, побежденная, разрушенная, и та живет лучше, чем мы, победители, гораздо, что они удивятся и придут, грудь в орденах, гордость, собственное достоинство, он победитель. И надо это сразу же закрутить, надо дать по башке, чтобы не шибко много об себе понимал. В какой-то момент свезли инвалидов на Соловьки, потому что нехорошо, что такие человеческие обрубки ходят по улицам наших городов. Мы строим светлое будущее, мы народ победитель, у нас скоро будет коммунизм, а тут кто-то на этих платформочках, упираясь вот так вот руками, без ноги, нет, это нам портит настроение, портит пейзаж, не надо, чтобы их люди видели, свести их куда-нибудь в одно место и забыть. Это было сделано. то они на этих деревянных тележках, на четырех подшипниках катались по электричкам, пели песни, собирали подаяния, которые тут же пропевали. Вот их приходилось почти силой брать и доставлять в такие же господи. Пострадал даже прославленный маршал. Именно Георгий Жуков подписывает акт о безоговорочной капитуляции Германии. Именно он принимает парад победы на Красной площади. А спустя ровно год, летом 46-го, его уже обвиняют в незаконном присвоении трофеев и раздувании своих заслуг с личной формулировкой Сталина. Присваивал себе разработку операций, к которым не имел никакого отношения. Жукова не арестовали, но отправили в заштатный Одесский округ. С тех пор, как Наполеон Бонапарт устроил 18-е брюмера в 1795 году, все властители до дрожи боятся такого-то энергичного генерала, который в один прекрасный день их свергнет и станет императором. Он действительно не жалил деньги. Для него интересы государства, геополитические интересы были превыше любой крови, любых жертв. Он мог все, что угодно принести в жертву государству, его процветанию, процветанию его, так сказать, как великой державы в мире и так далее. Но правильно ли это? Это сложный вопрос. В целом, вот уже 25 лет занимается изучением мнений граждан России о Сталине. В 90-е отношения резко отрицательны. Люди шокированы преступлениями сталинской эпохи. А с 2000-го начинается обратный процесс. Героизация личности Иосифа Виссарионовича. Это происходит не на государственном уровне. Это происходит в умах многих наших сограждан. Мы видим некоторые удивительные вещи. Если в 2007-м, например, году, 5 лет назад, 15% опрошенных сказали, что в период правления Сталина было больше хорошего, 33% опрошенных, каждый третий, сказал, что было больше плохого, остальные затруднились дать ответ, то сейчас уже около 30% опрошенных говорят, что было больше хорошего. Два раза выросло число. Причем его сторонники находятся не только среди людей преклонного возраста, но и среди молодых россиян. И довольно много. 5, 4, 3, 2, 1. С фотографий часто исчезали репрессированные соратники Сталина. Никакой мистики. Ретушоры старались. Но после смерти генерал Лесьмуса постарался художник Серов. Ему поручили срочно написать новую картину. Сталин исчез. Прямо в момент объявления Лениным советской власти. Если бы с памятью человеческой все было так же просто. Птицы щебечут на взрыд. Чтобы получить допуск за эти ворота, нужно написать несколько официальных писем и подождать ответа. Пару на день. А потом вас проводят. Дачи Сталина в Подмосковье объекты особо охраняемые. Это не музеи. Сюда после Ельцина не приезжают главы государства. Но все от замков на дверях до сукна на столе в кабинете сохранилось с 1938 года. Паркет, потолок, стол в столовой, камин, кровать. Абсолютно все, как при Сталине. Никто не берет на себя ответственность ни изменить, ни уничтожить, ни превратить в музей. Пространство застыло в ожидании своей участи. Сегодня есть пропагандистская про-сталинская позиция и яростная антисталинская. А истина, скорее всего, где-то между ними. И чтобы ее обнаружить, рассуждая здраво и хладнокровно, видимо, стране нужно залечить раны этой войны и этой эпохи. Редактор субтитров А.Семкин